наши матери говорят дети учитесь мы их как всегда не слушаем и я пришел на стройку если вы решили прийти в стройку не нужно брать кредиты и все назад дороги нет я считаю так что если ты остановился по тебе пробегут конкуренты это эффект кино вы смотрите нас с экрана мы где-то навели порядок мы где-то сложили красивые инструменты где-то сделали но потом нам у нас и будут как брашка за ней нормально нормально всем привет очередная очередной выпуск с нашего форума это создать интервью у людей из нашего сообщества у нас гостях антон коротко что я знаю да мы с антоном знакомы около года наверное где-то примерно не меньше не меньше и ну как бы мы знакомы скажем так больше по все-таки общению в соцсетях коротко о том что я знаю про антон он делает дорогие довольно таки объекты у него трудятся люди вот то есть довольно таки интересный путь прошел поэтому вот мы так сами так первый вопрос привет первый вопрос это будет ну это такой классический да как так получилось что вот пришел путь на стройку то есть пришел путь в нашу сферу а все очень просто все как у всех как у среднестатистического россиянина любого это жизненные обстоятельства потому что всегда когда мы заканчиваем школу в это учебное заведение нам наши матери говорят дети учитесь мы их как всегда не слушаем и я пришел на стройку обыкновенным подсобником это стандартная ситуация она поголовно это бич россии грубо говоря но мой склад характера мой генотип так сказать ну не позволил мне остановиться на месте сломаться я все время шел вперед вперед-вперед-вперед и рос постройки там подсобник плотник бетончик подсобник каменщика потом каменщик плиточник бригадир бригады отделочек ников мастер производственных работ прораб у меня трудовая как у павлика морозова вот но но мы не останавливаемся продолжаем расти потом у нас появилось желание переехать в москву ну от того что на периферии ну кончилась для меня работа там и то есть но я там вырос куда мог и вот так получилось так что ты вот первая песня взял на себя потому что вот когда человек приходит там грубо говоря кому-то работать да это одно и вот вот тот момент когда вот ты понял что вот вот ты тут теперь тебе в работе или в жизни мне просто интересно то есть ну вот если не общаюсь первая ответственность которую взял я на себя в 19 лет я установил чужого ребенка и воспитал его вырастил ему сейчас 20 лет будет в январе это первое и вот тогда я зашел вот этот поезд и до сих пор с него не схожу то есть мы едем ему скоро на пересядем на ледокол все просто то есть я себя сам от неосознанно да там на своем каком-то детском героизме привел к тому что мне пришлось просто там грызть землю в сторону прогресса вот и все назад дороги нет я считаю так что если ты остановился по тебе пробегут конкуренты не пройдут а просто пробегут ну такая довольно таки но мне мне интересно всегда истории людей то есть расскажи какую-нибудь такую историю когда было действительно страшно то есть когда было действительно ну что-то такое интересное случился прорыв всегда прорыв он не может быть по накатанной у тебя идет 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 и потом случается стресс какой-нибудь история такая такие сари в любом случае есть конечно есть у меня и у меня чуть не отвезли в больницу реальная история у меня был заказчик из forbes вот мы делали мы две квартиры параллель у меня еще шла пошло два дома и еще одна квартира то есть был прораб там была суета все серьезно все на уровне короче говоря и накопившийся стресс я не останавливал не отдыхал я до сих пор в принципе не отдыхаю и если бы я не изменил свою жизненную позицию я бы и сюда не приехал потому что ребята нужно отдыхать нужно разгружаться отбрасывать из головы все эти данные которые там на жесткие пишутся я заедал стресс таблетками таблетки стресс они не убирают они его просто приглушают ты на него не обращаешь внимание прекрасный момент у меня дело разделилась пополам при наступное состояние там уколы капельницы там реально там лежал в госпитале тому же все слава богу отошел изменил подход к работе и изменил подход к восприятию на свой счет любых телефонных звонков я изменил даже звук рингтона на мобильном телефоне я сделал его тихим-тихим и раньше для меня было драматично себе я пропустил звонок от заказчика и падал в обморок сейчас мне просто как бы все равно ему спокойно перезваниваю и решаю вопрос то есть у меня очень сильно критично я был на этом зациклен и я поймал реальная реакцию организма реакция организма была следующая мне врачи сказали если ты будешь таким же ты умрешь ну или будешь там то есть одновременно навалилась на что-то очень много навалилось и стресс то есть человек из форста но не простая публика на моем канале есть видео ролик об этом этом рассуждал там просто вот сидел также как мы сейчас только я один там ну и рассказывал ребятам о том о чем мы рассуждаем там но наших ресурсах где мы все обитаем там грубо говоря да чтобы не питали иллюзии что если мы растем растем то будет все прекрасно это очень большой груз ответственности это очень очень серьезная публика это нужно уметь с ними общаться разговаривать но к этому нельзя прийти вот сразу если ты заработал тысячу рублей а почему хотел узнать вот именно историю первую когда вот когда когда получилось то что ты вот именно в строительной сфере да так получилось что ты вот стал ну грубо говоря люди стали работать у тебя они ты у кого объясняю вот именно историю история это когда я приехал в москву мы сделали один дом в зеленограде и наш на тот момент посредник вот возил нам всякий мусор как и всем наверняка как всякий мусор и по инструменту и по материалам и так далее я внук душе лидер там грубо говоря я это дело очень быстренько просек и когда мы пришли на следующий объекта была квартира 150 квадратных метров вот то наш посредник тупо забил он не возил нам материалы не возил нам инструмент или если возил то самую дешевку люди все видят заказчики не дураки рубим они все понимают если они молчат это не значит что тебе потом не прилетит тебе прилетит ему прилетело мне прилетел заказчик и изначально я начал работать в москве с очень серьезной планки понимаешь не из каких там обычных квартир или еще чего-то я сразу начал с уровня и в этом уровне я начал расти у меня до 2000 13 года я переезжал с объекта на объект я мы торговались чисто символически я задавал заказчику вопросу мне говорил а скидка будет я спрашивал а надо мне отвечали нет но хотелось бы то есть вот так происходили переговоры поэтому тут сложно судить им и чью-то ситуацию примерить на семья у меня она такая конечно у каждого своя история вот поэтому если еще какие-то вопросы могу рассказать пояснить также сейчас подбираем ребят трезвых здравых сейчас ну вот допустим давай так что вот какие планы то есть ну в всех есть вот развитие да там ребята кто-то за тобой следит я одни и я один из тех людей которые следить за тобой смотрю что там происходит там общаемся то все вот есть какая-то у тебя там ну грубо говоря ну цель может быть ближайшем будущем или вот какие планы на ближайшее будущее на ближайший год например объясню когда в тринадцатом году у меня закончили все мои движения приключилась то все мы знаем что это война в украине и грубо говоря мой премиум сегментарный заказчик он первый откликнулся даже даже тогда когда не было этой всей войны этой всей заварухи там я думаю что эти люди уже предполагали об этом и они свернули все проекты в тринадцатом году в отличие от восьмого когда у меня был подъем я в восьмом году не знал что такое нет денег и не за что нет работы у меня было вагон и телега у меня работало там 20 человек понимаешь вот и все то в тринадцатом году я закрыл проект потому что не подошел заказчик я вывез всю свою базу обнулил все склады я арендовал гаражи в этом было прям набито битком да и как у тебя в принципе это у всех так ну вот я вывез все в белгород решил попробовать там-то другая публика то другой менталитет а мне сказали у тебя что-то не так с головой ты неправильно разговариваешь потому что там люди живут в своем мире здесь люди живут в своем мире это публика с которой общался работал живет также в своем мире это разные уровни и о чем я сказал если ты заработал тысячу рублей сразу миллион ты не заработаешь ты заработаешь сто одну тысячу рублей сто две а после миллиона ты заработаешь миллион и один рубль это очень редко ты после тысячи заработаешь миллион это исключение не правило не будет такого кому объясняю меня не понимают думаю что я не ну у меня что с головой она так всегда все идет по ступенькам по чуть чуть также на ютубе я пришел там никем я понял что моя публика потеряна на ближайшие пару лет я супруге сказал два года минимум мы мы попали в очень серьезную беду она мне не поверила так и было мы только сейчас начинаем растормаживаться после тринадцатого года вот только час и поэтому я пришел на youtube и это хорошо я благодарен богу объясню почему потому что я не умел разговаривать с простыми людьми я не умел с ними разговаривать меня не понимали я где-то был резок где-то был жесток где-то был предвзят хотя я мог забрать их деньги дать им свою хорошую работу понимаешь но меня жизнь заставила переучиться осознать и был еще очень серьезный момент о котором я всем рассказываю кто-то мне не верит кто-то еще раз повторюсь когда я лежал как-то ночью на ютубе я не смотрел ни один констроительный канал мне было просто это не нужно я точно знал куда я иду я знал куда я приду но мне рубанула все мое движение вот эта ситуация в стране я увидел видеоролик алексея земского особенный заказчик и другие его ролики и меня реально бомбанула я сошел с ума я не понял юмора я просто я всю ночь смотрел его ролики потому что меня перло так что я ну серьезно у меня был заказчик из списка forbes вчера а тут какой-то человек или что он лучше в россии понимаешь это ух это просто был какой-то трэш ну в итоге я это все переборол и понял что нужно включить iphone начаться этим ну и за иначе начать заниматься этим делом проект колизей строй это не случайно моего называется о колизей строй проект на ю тубе соответственно называется также наша тема она официально она работает она набирает обороты и но им я думаю что мы чему-то придем с вашей помощью мы все здравые ребята какой кстати штат сейчас сейчас штат у нас 10 человек но он у нас развивается и растет максимальный который я развивался за развивал штат мы делали это проект был не мой но я руководил им у нас было 60 человек от реабилитационный центр рц преодоления тогда была такая компания строй премьер вот там был царство ему небесное мы приятель директором и я работал с ним 60 человек могу 60 человеком рассказать как надо строить и отделывать поэтому количество людей у меня она всегда с плавающей метка если мне надо 20 у меня будет 20 метров я 20 людям могу объяснить когда нужно конечно вложить плитку поштукатурить покрасить стену не вопрос я сам эту работу делаю вот этими руками что я не умею я не объясняю я звоню технологу и спрашиваю или мы едем к нему и нам но рассказывает от себя тяну не лейт понятно что расскажешь об данном мероприятии вот что здесь происходит сейчас эмоции просто ну вот просто отличная тема отличное мероприятие рад что попал рад что позвали рад что пригласили познакомился с людьми с блогерами мы и так были знакомы заочно теперь познакомились близко пообщались сняли ролики там шаржи какие-то сняли и очень много серьезного контента и материала на самом деле сейчас даже сейчас у нас идет там в рубке монтаж видеоролика там о воде постараемся залить не обещаю ну зальем вот масса информации разные люди постоянно общаются казалось бы да вы думаете что вы приедете вы там никого не знаете да вы приедете вы получите стресс первые 10 минут вы постоите в сторонке потом вам предложат не стесняться и пообщаться грубо говоря вас заинтересуют я вас уверяю вы в течение трех четырех дней переобщаетесь с каждым даже с тем который человек вам был бы казалось бы неприятен здесь так и происходит все находят точки соприкосновения даже если ты не хочешь тебя сами найдут мы же так и делаем общаемся там сям тут там музыка там дискотека там костер там шашлык там сверлят шуруповертами но это днем вечером просто party просто отдых гитара костер отлично релакс полнейший но тут же еще на владимир куликов приготовил фишечку это мега фейерверк какой-то очень жду никогда не видел говоря должно быть очень круто и напоследок пожелание нашим так сказать зрителям знаешь как не даже не зрителям а тем кто в начале пути вот это смотрит его смотрит вот так как наверх за ребята только начинают ребята если вы стали на этот путь сели на этот поезд и решили что это ваша жизнь а я решил именно так не сворачивайте с него и бейте в одно место вы все равно пройдете вы все равно придете не останавливаться не бросать у меня с очень слабый канал мы его развиваем мы растем по отделке мы очень сильны но инфобизнес и отделка это это две разные вещи но мы стараемся их объединить и прогрессировать то есть опять же ну если ты не растешь что происходит регресс тебя обгонят новые технологии новая информация общайтесь на форумах общайтесь в группах общайтесь с блогерами не стесняйтесь задавать вопросы вам поможем ну если вы как бы ну откровенно там ну не хамите там и не рассказывайте нам как нам нужно жить нам не надо рассказывать нужно жить мы знаем потому что мы живем правильно советы новичкам советы новичкам советы новичкам советы новичкам если вы решили прийти в стройку не нужно брать кредиты и покупать дорогостоящий инструмент и 2 медведь то же самое потому что у меня были работники вам привет ребята вы респектовые парни если вы меня увидите к вам претензий нет зла не держу надеюсь моя информация которую вам дал и вы напишите к в комментарии она была полезна придите на стройку поработайте просто подсобником просто посмотрите потому что стройка это не то что показываем мы это так и есть но это эффект кино вы смотрите нас с экрана мы где-то навели порядок мы где-то сложили красивый инструмент где-то сделали презентабельную вкусную картинку вы думаете что у вас будет точно так же нет это труд это работа это очень большая работа поэтому сто раз подумайте а так милости просим всем пока а